Сейчас большинство людей утверждает, что мы очень хорошо продвинулись в развитии человечества и что мы являемся мегасвободными людьми. Но если посмотреть на развитие 21 века, мы в 95% являемся рабами своего тела. Это тело, по сути, в пространстве не перемещается. Оно все время движется в одном направлении, к могиле. Тело имеет свойство растворяться, то бишь оно не вечное. Спустя какое-то время мы в любом случае это тело потеряем. Но почему мы стараемся жить ради этого тела? Мы идем на поводу гормонов этого тела. Мы все время удовлетворяем потребности этого тела. Мы находимся в зависимости от этого тела. Мы постоянно стараемся делать все ради него. И напрочь забыли, что такое духовность, внутренний мир, который не ограничен ничем. И который с нами присутствует всегда и будет присутствовать всегда. А тело в любом случае движется всегда к могиле. Да, об этом думать типа, ну, отчасти страшно. Но что такое страх? Страх это просто мысль. Мысль того, что типа эго, разум думает, что он потеряет себя, он умрет. Но по факту душа она вечная. Мы не умираем. Мы только меняем машинки. Но сейчас, в 21 веке, мы ради этой машинки готовы, блин, на все. А ради внутреннего мира, ради духовности, к сожалению, вообще не готовы ни на что. Мы крутим у виска, когда люди начинают развиваться, когда они начинают отличаться от нас. То бишь люди, которые не стремятся удовлетворить потребности своего тела, превращаются в неких таких изгоев. Превращаются в некоторых... Ну, зверей тут явно не получится, да? Зверей намного развитее, чем мы. Мы по сравнению с ними просто, не знаю, инфузория туфелька еще в зачаточном виде причем. А я так вот сидишь и думаешь, как мы могли потерять свою духовность, свой внутренний мир, обменять весь стол всяких вкусностей, разных возможностей нам вселенной, скажем так, ну для кого-то Бог, да? Накрыли целый стол возможностей, приглашали нас за него сесть. А мы, как инфузори туфельки, почему-то решили, что типа мы этого не достойны. Мы лучше вот под столом поползаем, крошки пособираем, а кто будет сесть за столом, мы его обсмеем. Вот, потому что нам это недоступно. Потому что люди, которые, допустим, обладают какими-нибудь магическими способностями, типа как чтение мыслей, левитация, телегенез, это в принципе доступно абсолютно всем. Почему-то мы их считаем какими-то не от мира сего. Мы тоже так можем, если мы сядем за стол, за который нас пригласила вселенная. Зачем нам постоянно подбирать вот эти вот крошки с пола? Почему мы не можем вот открыть в себе эти таланты? Потому что мы боимся. Мы боимся взять на себя ответственность. Нам проще вести себя как маленькие дети, у которых есть тело, и которое говорит типа я хочу сегодня вот тортик сожрать. И мы такие, ага, пойдем зарабатывать на тортик. И мы постоянно удовлетворяем прихоти своего тела. А то, чтобы начать развиваться, об этом речи быть не может. Это же гораздо проще ходить на работу, кормить свое тело и просто прожигать свою жизнь туда-сюда, туда-сюда, абсолютно не имея тяги к развитию. А то, что мы удовлетворяем тело, и в большинстве случаев, если что-то пошло не так, мы, скажем так, страдаем, да? Так это логично, потому что тело имеет ограниченный ресурс. У тела есть границы. Это естественно, что оно в каком-то смысле страдает от любого несбыточного ожидания. А в наш внутренний мир он абсолютно безграничен, и ему доступно абсолютно все. Наша бессознательность — это вообще отдельная тема, которая может прям ваше желание в одну секунду осуществить. Но вы в это не верите, потому что у вас есть тело, вы его видите. А бессознательно и внутренний мир вы его не видите. С этим нужно работать. К внутреннему миру нужно прислушиваться. Его нужно чувствовать. Но вам проще почувствовать свое тело, потому что оно как бы с детства вам более понятно. Но у тела есть ограниченный ресурс. И если вы не будете что-то, будете недополучать, вы будете в любом случае страдать. Поэтому подумайте над тем, кому отдавать больше бразды правления своему телу, или все-таки взять ответственность на себя, начать слушать свой внутренний мир, работать со своими образами и с помощью них осуществить то, что вы именно реально хотите. То, что не ограничено. То, что ограничено в этом мире, оно имеет срок действия. Оно растворяется, оно превращается в пыль. Как и вы, разум, точнее вас, двигается в направлении конечности этой жизни. А ваша душа, она безгранична. У нее нету срока годности. Она бесконечно меняет свои оболочки, бесконечно получает опыт и от этого кайфует. Но так как она сейчас находится в таком ненормальном измерении, когда ее не слышат, ее стараются избегать, и большее предпочтение отдают телу, душа в большинстве своем страдает. Ну и вы страдаете, потому что как бы большую часть времени вы даете ресурсы ограниченной вещи в этом мире. Вещи, которая со временем превратится в пыль. А душа в это время просто сидит, смотрит в окошко, накапающий дождик и грустит. Может, вы все-таки обернетесь в твоей душе и начнете развиваться более глубинно, а не поверхностно, удовлетворяя потребности своего тела в еде, в путешествиях, хотя тело не путешествует, оно просто находится в статичном виде. Путешествует исключительно ваш мозг, который пытается увидеть другие картинки, спрогнозировать то, что он увидит буквально через секундочку и выведет вам на экран. По сути, этого мира и не существует. Вы все это транслируете своими мыслями. Но это уже отдельная тема.